Массовые субботники продолжают организовывать по всей республике. Активное участие принимают жители сел, учителя и школьники. Сегодня в рамках программы «Таза Казахстан» волонтеры очищали лесной массив в Октябрьском сельском округе. Здесь собрались порядка 50 ребят из старших классов школы имени Спандиара Кубеева. Наша съемочная группа также побывала на субботнике. Сегодня школьники села Октябрьское после занятий вооружились перчатками и мешками и большим коллективом отправились в лесной массив. Здесь они принялись очищать территорию от накопившегося мусора и бутылок. Мы со всеми классами, 9, 10, 11 классы, все собираем, очень веселимся, даже интересно собирать общий мусор, спасаем нашу природу. Мы с учителями пришли в лес убираться, много мусора нашли, убрали его. Я думаю, это очень полезно для экологии. Много людей пришли, потому что им не безразлично на нашу экологию, на нашу природу. Все хотят как-то помочь, вложить что-то. Вместе с учениками на субботнике учителя, представители Дома культуры, сельской библиотеки и Акимата. Очистка территории леса прошла в преддверии Дня работников лесного хозяйства. Таким образом, участники стремились порадовать и поздравить работников этой сферы деятельности. В лесхозе сейчас проводим посадку деревьев именно. По посланам президента нашего Хасмужа Мартакава, по республике идет, по плану должно быть 2 миллиарда саженцев посадить. Вот, согласно плану, у нас ведется на данный момент посадка деревьев. 40 гектаров площади. Из них 20 гектаров лесных пород береза, 20 гектаров водных пород сосна. В преддверии праздника, профессионального нашего праздника лесного хозяйства по русскому казану, мы готовим своим сотрудникам, которые вышли на пенсию, которые до сих пор, по сегодняшний день, в наших рядах работают и мужское, и женское поколение, как говорится, подают нам пример будущим поколениям, готовим сюрприз. Будет поощряться ценными подарками, призами, орденами и почетными грамотами от Акима области и грамотами от комитета лесного хозяйства. Вот что я хочу дополнить. Для еще большей мотивации ребят и настроения педагоги организовали квест-игру. Приз ожидал тех, кто первым соберет мешок мусора. У нас экологический отряд, у нас есть небольшой бюджет, мы собираем макулатуру, сдаем ее и поощряем учащихся, которые активно участвуют в экологической деятельности. Наш экологический отряд создан, уже существует, давайте скажем, уже существует около пяти лет. Казахстан создан на базе шестого Б-класса. У нас разнообразная деятельность, чем мы только в своей работе не занимаемся. Мы собираем и батарейки, макулатуру и проводим различные экологические акции, занимаемся экологическим просвещением в нашей школе. Ну, в общем, у нас очень разнообразная, насыщенная жизнь. Сегодня мы участвуем в экологической, всеказахстанской акции «Паза Казахстан». Тоже хотели внесли свой вклад в экологию, для того, чтобы наша родина была чистой, безопасной. Наш лес, это мы сюда часто ходим, все здесь мы на экскурсии, турпоходы. Поэтому, конечно, мы тоже хотим, чтобы у нас было все здесь хорошо, чисто, уютно. В селе Октябрьское, где сегодня проводят субботник, проживают более 1800 жителей. Принять участие в акции отозвались многие. Каждый четверг мы выходим на субботник, убираем полностью село. Здесь от мусора помогают также нам местные жители, выходят на субботники. Также здесь местные жители организовали субботники поулично. Каждый житель, жители убирают свою улицу, заборы красят. Плюс к этому у нас есть общественные работники, которые ежедневно занимаются именно благоустройством территории села. И в Нечаевке, и в Малакановке также у нас есть общественные работники. Они тоже этим занимаются именно благоустройством, чистотой. Сейчас, в данное время осень, это листва, мусор, мусорные бачки под пластиковые бутылки. И еженедельно их потом приезжают сюда и производят вывозки. Проводить подобные мероприятия в селе Октябрьском организаторы намерены и дальше. Жители радеют за свое село и готовы внести свою лепту в развитие и благоустройство малой родины.